Один известный певец в советские времена исполнял такую песню, в которой были слова «Мои года, моё богатство». Очень многие люди действительно гордятся своими прошлыми годами, своим опытом, своими достижениями. А задумывались ли вы над тем, друзья мои, что прошлое иногда бывает не только с положительной стороны в нашей жизни, но и с отрицательной? Оказывается, прошлое, оно бывает настолько тяжело, что его не стоит нести с собой сегодня и тем более нести с собой его в будущее. Давайте мы поговорим об этом, потому что этот вопрос только кажется нам простым, а прошлое на самом деле может стать убийцей нашего настоящего и будущего. Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, мир вам! Поднимите, пожалуйста, руки, у кого хорошая память? Там тоже нет. У кого плохая память? Но у всех память есть, да? Нету людей без памяти. Так мы устроены, что мы помним, что было у нас в прошлом. Знаем, что происходит в настоящем. Или, в всяком случае, думаем, что знаем, да? И немножко пытаемся заглянуть в будущее, насколько это нам людям позволено, насколько это мы можем. Вообще, скажите мне, пожалуйста, а хорошо ли это вообще в принципе, что мы помним то, что было в прошлом? Странный вопрос, да? Наверное, хорошо. Библия говорит, вспоминайте наставников ваших, да? Берите с них пример. Хороший христианский псалом мы поем. Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце сохраняй. А сегодня, братья и сестры, я хочу с вами поговорить о том, когда наше прошлое может стать нашим врагом. Наше прошлое может стать убийцей нашего настоящего и особенно нашего будущего. И лишить нас огромных Божьих благословений, которые Бог приготовил для нас. Давайте мы почитаем несколько текстов из Священного Писания. Откройте, пожалуйста, в вашей Библии. Послание к филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Слово Божие неоднократно нам говорит, и Бог раскрывает себя с такой стороны, что Он всегда хочет дать человеку что-то новое. Он хочет всегда человеку открыть какие-то новые горизонты. И Бог всегда зовет к себе и тянет, притягивает к себе человека словно магнитом, но всегда открывая ему что-то новое и какое-то неизведанное будущее. А у людей есть очень хорошая память. И они очень хорошо помнят, что было в прошлом. И знаете, братья и сестры, враг душ человеческих очень хорошо способен на этом играть именно таким образом, что очень многие люди строят свою жизнь так, чтобы жить прошлым. И стараются вернуться туда, в прошлое, как можно чаще. Из большой такой ностальгии вспоминают, что же было в прошлом. И знаете, я даже вот так по-хорошему ловил себя на мысли, когда я вспоминал о том, как было хорошо раньше. И я вспоминал хорошие молодежные фестивали, которые проходили летом в Болграде. Там собиралась вся Одесская область, вся молодежь всей Одесской области. Были прекрасные библейские часы, были прекрасные молитвенные часы, были трех, а то и четырехчасовые вечера, когда молодежь выступала, делилась словом, рассказывала очень много интересного. Я вспоминаю с удовольствием те времена, и так хочется вернуться туда, обратно. Может быть, кто-то из вас тоже вспоминает что-то такое в своей жизни, хорошие духовные переживания, когда, может быть, вы выходили куда-нибудь в парк, просто садились на скамеечку, читали Библию, молились, и это были особые духовные переживания, когда-то, тогда, в прошлом. И вы сейчас так вспоминаете о них сладко, и так хочется вернуться туда. И уже берете Библию, идете в тот же сад или в тот же парк, садитесь на ту же скамеечку, и вот пытаетесь вот так вот эти чувства опять притянуть к себе, но их нету почему-то. Что же происходит в нашей жизни, братья и сестры? Почему вот нам хочется этого хорошего, которое было в прошлом, и хочем его вернуть, и у нас никак не получается? Как настроиться на новое? Как понимать те слова Священного Писания, когда Бог говорит нам, стремитесь к новому, идите к новому, старое прошло, древнее прошло, теперь все новое. Откровение 21, с 1 по 7 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сискиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И Сам Бог будет с ними, Богом их, и отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова эти истинные и верные». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и Он будет мне сыном». «Се творю все новое», говорит Бог. «Каждый день нашей жизни он новый, и новое оно, так хочется нам, чтобы это новое оно пришло в нашу жизнь, и люди хотят изменений, и стремятся к этим изменениям, и мы хотим новых ощущений и в Боге, в наших отношениях с Богом, в нашей религиозной, духовной, внутренней жизни. Душа наша жаждет этого нового, и Бог говорит, «Я творю это новое, я хочу вам дать это новое». Да что там говорить о духовной жизни, мы понимаем прекрасно. Загляните в свою обычную физическую жизнь. И тут мы хотим что-то нового. Мы хотим что-то новое. К этому новому мы стремимся, вот не только душой, но и телом своим. Когда плохое настроение, особенно у женского пола, то можно пойти в магазин и купить что-то новое. И так легче как-то становится, да? И так настроение меняется. Правда, нет? Потому что новое. Бог говорит тебе, «Я дам тебе новую одежду». Если в физической жизни нам вот костюм радует, да? Хотя бы пока вышел из магазина, пока цену не увидел, хотя бы радует. Бог говорит, «Я тебе дам новую одежду. Я приготовил для тебя что-то новое». Не живи со старой одеждой. Не живи в старой жизни. Не живи в чем-то таком, что тебя тянет постоянно назад. Тогда наш мозг превращается в какой-то компьютер, знаете, в котором открыто много-много-много программ разных. Они в фоновом режиме висят. И кажется, компьютер хороший, быстродействующий. А за счет того, что открыто много программ, все очень медленно происходит. И так, похоже, наша жизнь, когда мы столько в нас в голове думаем о старом, что не способны увидеть ничего-то нового, ничего-то того, что хочет Бог открыть для нас. И самое интересное, что когда мы вспоминаем те хорошие моменты, которые были у нас в прошлом, то мы забываем о том, что вот в тот момент я тоже не чувствовал себя счастливым. И в тот момент я тоже думал о чем-то еще, что было раньше. И не казался мне тот момент таким хорошим и счастливым. И так дальше мы живем, живем, живем в жизни и постоянно оглядываемся, оглядываемся на жад. И такие люди, они живут очень печальной жизнью, потому что им кажется, что все самое лучшее, оно было позади уже. Очень часто от старшего поколения можно слышать эту знаменательную фразу. А вот в наше время все было хорошо, но вот когда-то почему-то, почему-то оно ускальзывает от нас. И я здесь вижу очень такую большую ловушку для человечества, для всех людей, когда сатана направляет взгляд человека не вперед, а назад. человек, который положил руки на плуг и оборачивается назад, он благонадежен или не очень? Неблагонадежен такой человек для Царства Небесного. Так говорит Слово Божие. Эх, конечно, хорошо было тогда. Вспомните советские времена. Какая дешевая была колбаса, да? Говорят люди. Да колбасой собак кормили. А сейчас? Сейчас собаки не видели той колбасы. Люди вспоминают и думают и грезят теми временами, когда казалось бы, что им было хорошо. А я говорю, вы знаете, а мне не нравится Советский Союз. Хотя бы потому, что бабушка моя ходила в церковь, а по воскресенье вместо церкви их выгоняли на поле, там, где колючки, давали им сапу в руки, и они рубали эти колючки на поле, потому что они были верующими. Люди вспоминают и грезают. Я не хочу, конечно, комментировать тех событий, которые произошли в нашей стране, но, может быть, именно тоска по Советскому Союзу расколола наше общество в наши времена. И, может быть, именно прошлое такое играет со знаниями людей такую злую шутку, что люди становятся врагами друг к другу именно по отношению к своему прошлому. Очень многие люди вспоминают это прошлое, и вот такая навязчивая идея, хочется вернуть его. Знаете, почему существует еще много разводов сейчас в наше время? А потому что молодые люди вспоминают и думают, как хорошо было жить холостяцкой жизнью. Ни от кого не зависел, никому не отчитывался, не отчитывался, никто тебя не ждал, ты сам себе был хозяином, а тут женился, наручники на руки, и все, ты обязан теперь. Как хорошо было жить холостяцкой жизнью. И люди думают, и до того погружаются в ту свою прошлую жизнь, что хотят ее притянуть, вернуть, и опять вернуться в нее. И тогда семьи распадаются, и люди живут хорошо. И им кажется, что они живут хорошо. Вспоминаем прошлое. Я вспоминаю, когда выходил на своей первой работе и смотрю, напротив меня был обменный пункт. Доллар был 3,75. Сейчас вспоминают люди, ах, как хорошо, когда был доллар 8. А сейчас какая цена, да? И пройдет еще какое-то время, мы, может быть, еще будем вспоминать, как хорошо, что доллар по 30 был. Но постоянно вот это прошлое, оно нам мешает, и мы не можем от него избавиться. Но когда доллар был по 8, мы-то вспоминали, когда он был по 5, и нам казалось хорошо. А когда он по 5, тогда по 3. И никогда вот этот момент, настоящий, хороший, люди не понимают, что они живут в хорошем времени, потому что им кажется, что тогда было хорошо. И происходит вот такой вот обман, постоянный обман. Люди настроены на то, чтобы жить в прошлое. Зацикливание на прошлом, оно лишает наш Божьих благословений. Оно мешает нам увидеть эти Божьи обетования, Божьи благословения. Давайте мы посмотрим на несколько библейских примеров. Книга Исход, 17 глава, 5-6 стихи. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. И вот я стану пред тобой там на скале Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Вы прекрасно помните эту чудесную историю. Моисей вообще был очень интересный такой духовный вождь и духовный лидер. Однажды, когда он повел за собой весь народ израильский, и они убегали и шли такие утомленные, знаете, и однажды раз остановились и видят перед ними море. В руках Моисея жезл. Он, помните, что сделал? Он ударил этим жезлом, и вода раступилась. Народ пошел по этому сухому участку среди моря, вышел, перебрался на другой берег, и воды снова сомкнулись, уничтожив всех преследователей и врагов. Проходит еще некоторое время, и люди жаждут, у них нет воды, они идут по пустыне. И в руках Моисея все тот же жезл. И Бог говорит ему, «Пройди перед народом, возьми несколько людей и ударь по скале, и будет вода». И Моисей так и сделал. И он уже, наверное, смотрит на свой жезл так, и вот покрепче держит его в руке, потому что знает, один раз ударил, вода раступилась, один раз ударил, и вода была для народа. А теперь книга числа, 20 глава, с 8 по 12. «Возьми жезл и собери общество ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Арон народ к скале и сказали, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею Арону, «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою перед очами сыном Израиле, не уведете вы народа всего в землю, которую я даю ему». Моисей привык к тому, что надо жезлом бить. Он проходит какое-то время, народ просит воды, и он, оглядываясь на свое прошлое, он знает, что надо стукнуть жезлом. И он бьет, и скала дает воду. Проходит еще какой-то период, и снова та же проблема. Только в этот раз Бог говорит ему, «Просто скажи слово, и вода будет из этой скалы». Моисей оглядывается подобно нам, точно так же. Я ни в коем случае не хочу осудить Моисея, но хочу, чтобы мы посмотрели на наши ошибки в нашей жизни. Когда Бог нас ведет к чему-то новому и хочет, чтобы мы шли по ступенькам, чтобы мы чему-то учились в этой жизни, а мы остаемся в том самом первом классе. Первый класс надо ударить. Он ударил раз, ударил второй раз, а сейчас говорит Бог, «Ты просто скажи!» Ты же вырос уже в вере, ты же видел, как я тебя не оставлял, ты видишь, что я всегда с народом твоим, не надо уже бить. Но Моисей бьет и бьет дважды. Оглядываясь на прошлое, на свой прошлый опыт, мы иногда думаем, что надо поступать точно так же, как мы поступали вчера, позавчера и третьего дня. А Бог говорит, ты должен расти и должен совершенствоваться и в вере своей, и в поведении своем, и в поступках своих. И Бог говорит, ты ослушался Меня. И за то, что ты ослушался Меня, и ты поступил так, как ты всегда поступал, за это ты будешь наказан. И не увидишь ты той земли, которую я даю народу твоему, потомкам твоим. Моисей допустил эту очень маленькую ошибку. Он сделал все по такой накатанной схеме, знаете, по привычке. И люди так делают, и как часто, друзья мои, мы тоже очень часто топчемся на одном и том же самом месте в своей духовной жизни, боясь переступить эту черту и сделать что-то новое. Взять этот новый урок от Бога, пережить эти новые чувства и сделать что-то новое. Потому что в Царстве Небесном, в Царстве Божьем все будет новое. «Створю все новое», говорит Господь. Мы думаем, что каким хорошим это было прошлое. Как хорошо было на горе Синай, думал, может быть, Моисей. Как хорошо было тогда. И, наверное, это будет точно так же и сейчас. Всегда надо настраиваться на то, что новое Господь хочет жить. И этот пример из жизни Моисея пусть поможет нам, чтобы мы всегда держали глаза открытыми и всегда понимали, что Господь нас чему-то учит, и мы должны идти к чему-то новому. Евангелие от Луки, 5 глава, с 3 по 9 стих. «Войдя в лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И Сев учил народ из лодки. Когда он перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». И Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но под слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли им помочь. И пришли, наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленями Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ними, от этого лова рыб ими пойманных». Вот снова пример, который говорит нам о том же. Они трудились, и эти рыбаки, которые были профессионалами своего дела, ловили рыбу всю ночь. И вдруг Бог говорит, «Вы закиньте снова сети». Иисус произносит эти слова людям, которые умели хорошо ловить рыбу. Наставник, мы помним прошлое свое, мы не хотим делать то же самое, совершать ошибки прошлого. Мы всю ночь ловили, ничего не поймали. Но он хочет увидеть что-то новое, вот этот ученик Иисус, и он говорит, «Но по слову Твоему я сделаю так». Я не буду останавливаться или не буду опираться на свой опыт прошлый, что я ничего не поймал, у меня никогда не получилось. Сколько проповедую, еще никто не пришел к Богу. Сколько делаю, тружусь над собой, ничего не меняется в жизни, и грех меня тянет обратно. «Да уже, наверное, я такой негодный человек, как многие люди говорят. Но по слову Твоему, Господи, закину сеть». Он закинул сеть, и когда начал тянуть, то сеть начала рваться. Позвали товарищей, приплыли они тоже, помогли им, наполнили обе лодки. Да так, что лодки тонуть начали. Вот такие они Божьи благословения. И, братья и сестры, мы привыкаем в своей духовной жизни к своему обычному такому духовному поведению. И сколько бы с кафедры не звучали слова пастора о том, что нам необходимо молиться, нам необходимо находить время с Богом, общаться с Ним, нам нужно что-то делать для тех братьев и сестер, которые находятся рядом с нами, и они нуждаются в нашей помощи. Это все звучат такие слова, как обычная такая ловля рыбы для нас. И мы привыкли, что мы молимся, мы привыкли, что мы общаемся с Богом, мы читаем Библию, а Бог говорит, а ты настройся на новое что-то. Попробуй посвященно читать Библию, попробуй посвященно помогать людям, по-новому отнесись и по-новому посмотри на свою личную духовную жизнь, потому что Бог хочет дать тебе столько рыбы, что и лодка будет тянуть, тянуть ко дну, лодка будет тонуть. Бог хочет это дать тебе. Наставник, мы столько трудились, всю ночь ничего не поймали. Что же нам делать? А делать надо только то, чтобы слушаться Бога. Мы каждый день ловим, ловим по одной рыбешке. Бог хочет дать много. Кто из нас пробовал вот так перезагрузить свою жизнь? И все то, что мы делали, но делать уже по-другому, по-новому, по-обновленному. Обновиться. Обновиться в чувствах Бога. Обновиться в том, что мы делаем. Оставляйте прошлый опыт, дорогие братья и сестры. И давайте будем настраиваться на то, чтобы познавать Бога и в точности исполнять то, что говорит Он. И если Бог говорит, что нужно только сказать, то нужно только сказать. И исполнится. Точность соблюдения Слова Божия. Это очень важно. Пример из жизни Давида очень интересный. Первая книга Царств, 23 глава, с 1 по 13 стихи. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господу, говоря, идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? И отвечает Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против оболчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа и отвечал ему Господь и сказал, «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль и воевал с филистимлянами и угнал скот его и нанес им великое поражение и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой Ефот. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти в Кииль, осадить Давида и людей его. И когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, «Принеси Ефот». И сказал Давид, «Господи Божий Израиль, раб твой услышал, что Саул хочет идти в Кииль разорить город ради меня. Придадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Божий Израиль, открой рабу твоему!» И сказал Господь, «Придет!» И сказал Давид, «Придадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, «Придадут!» Тогда поднялся Давид и люди, его около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили где могли. Саулу же донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход». Представьте себе Давида, человек, который про войну знает все. Тактика, теория военная, он в этом прошел очень много. Его опыт был великолепнейший. Не было, наверное, воина лучше его. И он знал прекрасно, что будет происходить, как будет происходить, и за счет этого он выигрывал войны, и даже находясь с меньшим количеством воинов в своем арсенале и оружии. Он имел тесную связь с Богом. И вот однажды, когда услышал он, что Кииль завоеван филистимлянами, то он прекрасно знает, что филистимляне – это те, которых я уже не разбил, разбивал, и в этот раз могу разбить. Но он вопрошает у Господа. Он не основывается на какие-то свои старые победы и не идет туда просто, вот знаете, вот захотелось, услышал, а, филистимляне, уже имели с ними дело, сейчас пойдем, заберем у них скот и все остальное. Он вопрошает у Господа. Господь говорит, да, иди. Но люди, которые с Давидом, около 600 человек, говорят, что ты делаешь, мы тут сидим и боимся Саула, и вдруг нам еще на кого-то нападать? Да, Давид спрашивает у Господа, Господь говорит, иди, разобьешь. Он пошел и одержал великолепнейшую победу. Он разбил филистимлян, и скот их угнал, и снова оказалось то, что он как бы подтвердил, да, свой опыт личный в войнах с филистимлянами, что он их побеждает. И все как бы хорошо. И идет следующая ситуация, когда услышал об этом Саул, он хочет собрать войной свой народ, прийти к Давиду, потому что он находится в непривычных для себя условиях, в городе, который можно окружить, и можно там Давида поймать. И показалось Саулу, что Господь предает его в руки. Давид хорошо воевал в степи, но в городских условиях, там, где можно было изолировать от пищи, от воды, все это решалось значительно проще и значительно быстрее. И вот, когда услышал это Давид, то он, опять-таки, не поступил по логике вещей, он не поступил, основываясь на своем опыте каком-то, он не поступил, основываясь на своих прежних достижениях, на своем прошлом. Он, человек простой, по логике, приходит кто-то и освобождает город от врагов. И, конечно же, жители этого города благодарны этому человеку. И уж если кто-то придет по душу этого человека, то, наверное, по логике человеческой, жители этого города должны защитить его, правда? Ведь он освободил их, он спас их, но Давид не руководствуется такой логикой. Он спрашивает у Бога, а придет ли всегда Саул? Придет, говорит Бог. А придадут ли меня жители Кииля? Придадут, говорит Господь. Он не основывается на своей логике. Он основывается только на том, что Ему говорит Бог. В нашей жизни очень часто случаются такие ситуации, когда мы точно знаем, что, зачем может происходить. И мы эту ситуацию уже проходили не раз. И казалось бы, ну зачем лишний раз просить у Бога и спрашивать, и вопрошать Его? Ну неужели меня жизнь ничему не научила? Неужели у меня плохой жизненный опыт или недостаточный маленький опыт? Опыта много у меня, но ничего не значит наше прошлое в глазах Бога, который хочет открыть нам какое-то будущее, для которого важно воспитывать нас, для которого важно лепить из нас, как из кусочка глины, тот сосуд, который Ему необходим. А мы уже закостенели в своем прошлом. И уже логика у нас выработалась железная. И уже точно знаем, кто обмануть может, с кем дело иметь, с кем не иметь, с кем воевать или не с кем воевать. Давид уж точно знал. А Бог говорит ему, беги. И он убежал. Не понадеялся на жителей Киила. Прошлое, оно могло сыграть злую шутку с Давидом, если бы он подумал так, что жители Киила отстоят меня перед Саулом. Саул услышал, что Давид убежал из Кииля, и тогда отменил свой поход. Книга Бытия, 19 глава, с 15 по 17 стих. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И когда он умедлил, то мужики по милости к нему Господне взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Не спровер города сии и всю воскресность свою, и всех жителей городов этих, и произрастение земли. Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Всем известная нам ситуация, всем известная нам история. История, которая прямым образом говорит о том, что может случиться с человеком, если уж он очень тесно держится за свое прошлое, за то, что было тогда. Я не знаю, что держало жену Лотову и что там было. Может быть, кто-то оставался для нее все еще дорог, там из тех людей, которые остались. Не знаю, может быть, соседи, друзья какие-то были. Может быть, имущество какое-то, может еще что-то. Не знаю, предполагать можно все, что угодно, но факт остается фактом, то, что она оглянулась. Оглянулась туда на свое прошлое и осталась стоять соляным столбом. Когда на сегодняшний день еще многие люди вспоминают свою прошлую жизнь, особенно свою жизнь, когда они жили во грехе, да еще до того, как Господь их освободил, то послушаешь этого человека, и такое впечатление складывается, что он просто гордится той жизнью. И вспоминает ее с каким-то таким удовольствием, знаете, неподдельным. Человек говорит, ох, какая у меня была молодость. Как мы пили, если бы вы только знали. Да мы домой под утро приходили, ничего не помнили. И так рассказывает с гордостью человек. Я, говорит, столько наркотиков перепробовал, что ты даже не видел столько. Ты вот этот пробовал? Да, вот этот хоро, этот пробовал? Но вот этот лучше, чем вот тот вот. Но вот тот тоже у меня был. И человек рассказывает, и как бы, знаете, смакует вот эту свою грешную жизнь. Господь вырвал тебя. Он избавил тебя от того прошлого. И когда люди вспоминают об этом, и со сладостью вспоминают, то они возвращаются туда, погружаются туда, и словно жена Лотова способна оглядываться. А может быть, вот чуть-чуть, и в человеке начинают потихонечку просыпаться те желания, которых уже давно не было, к тем поступкам, которых он уже давно не делал. И человек начинает опять, опять, опять возвращаться туда, в это грязное свое прошлое. Пес возвращается. Знаете, куда, да? Слово Божье говорит. И люди тоже способны таким образом так мечтать о своем прошлом, и так за него держаться за это прошлое. Не зря говорят, что прошлое иногда бывает очень тяжелым, и не нужно его нести с собой. Оно идет с тобой рядом, в настоящем. Оно проходит свое, в будущее с тобой, и оно мешает человеку обновиться, обновить свой ум, обновить свои мозги, обновить свои отношения с Богом, и быть для Господа тем сосудом, которым Господь, хоть новым сосудом сделаться для Господа. Настройтесь на обновление. Римлянам 12 глава. «Итак, уболяю вас, братья, милосердним Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Обновление ума вашего. Человек фокусируется не на Боге, и не на исполнении Его воли, а фокусируется на своем прошлом. И тогда происходят большие проблемы. Евангелие от Матфея, 9 глава, 14-17 стих. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься, и никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитые отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи веткие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Когда Иисус говорил эти слова, то люди окружающие прекрасно понимали. Мехи – это были, представляете себе, это такие сосуды, да, делали для того, чтобы в них хранить вино. И обычно, как правило, сосуды эти делали из кожи животных, из различных. Размер этого сосуда зависит только лишь от того, какое это животное было. Верблюд побольше, там коза поменьше, овечка какая-нибудь. Но одно правило было. Если туда будет наливаться вино молодое, то тогда мехи должны быть новыми, потому что новые мехи, они эластичные, и они способны выдержать процесс брожения этого виноградного сока. Если налить молодое вино в старые мехи, которые уже жесткие, уже такие грубые, то оно может просто разорвать его, и вино выльется, испортится, и придет в негодность эта тара, эта канистра. Молодое вино в молодые мехи. Посмотрите в себя, братья и сестры, что у нас внутри. Если мы пустые, то это значит, что в нас есть дыры, что мы не новый сосуд для Господа, мы не новые мехи, а мы какие-то старые ржавые канистры, через которые вытекает все то, что хочет Господь даст нам нового, влить в нас новое. И точно так же и касается заплат, которые пришивают к одежде. Заплатка, когда новая, ее пришили, к старой одежде пришили, и потом одежду постирали. Новое, оно обычно что? Сбегается, да, как говорят? Не знаю, правильно это слово или нет. И оно способно за собой потянуть и разорвать, потому что старая, она уже сколько ее стирай, не стирай, она одинаковая всегда остается. Всегда нужно быть новыми, братья и сестры, всегда нужно быть обновленными, эластичными, гибкими, и способными вместить то, что Господь хочет влить в нас, что Господь хочет подарить для нас. Какие мы сосуды для Господа? Прошлое очень часто расточает в то, что Бог вливает в нас. Бог хочет видеть в нашей жизни всегда наполнение новой радостью, наполнение миром, добром. Бог это все вливает через нас, через Слово Свое Он вливает в нас, через благословения Свои Он дает нам. Но держится ли это в нас? И способны ли мы вместить все эти милости и щедроты, о которых мы вспоминаем очень часто, что Господь дает для нас? Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и учились, так как истина в Иисусе – это отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного Богу, в праведности и святости истины. «Посему, отвергнув ложь, говорите каждой ближнему своему истину, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было бы еще уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Посмотрите на свою жизнь, братья и сестры. Господь призывает нас к новому. Давайте мы будем готовы к этому новому, к этому обновленному, к тому, что Господь хочет, не хочет, чтобы мы оставались такими старыми, такими закостенелыми и привыкшими к чему-то тому, что происходило в нашей жизни. А значит, раз происходило до меня, происходит во время меня, значит и в будущем оно будет происходить, и ничего я с этим не смогу сделать. Я всегда могу с этим что-то сделать, если я с Господом иду и вопрошаю у Господа, как мне поступать. Настройтесь на то, чтобы познавать, познавать что-то новое. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для такого их хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверной пословица. Пес возвращается на блеватину свою, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Да благословит нас Господь, дорогие братья и сестры, чтобы наша жизнь, она была обновленная для Господа, чтобы мы были обновленными новыми сосудами, чтобы Господь, вливая в нас все то, что Он хочет дать для нас, чтобы оно сохранялось в нас, чтобы оно давало плод, чтобы оно давало пользу. И слава Господу за то, что Он всегда с нами и хочет нам дать новое тело, новую одежду и приготовил для нашей жизни новый город. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Для нас радость и благословение, что Вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех Вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит Вас.